Всем привет! Сегодня у нас будет урок, посвященный профессии геймдизайнера-балансера в рамках цикла уроков на портале LoftBlog. Меня зовут Константин Сахнов, директор игрового департамента RockyJump, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнес-информатики NewShe. Поехали! На прошлом уроке мы сказали с вами, что существуют различные направления в рамках одной большой профессии геймдизайн. Сегодня мы рассмотрим конкретное направление, посвященное балансу. Это то, о чем большинство людей думает, когда слышат термин геймдизайнер. Люди, с которыми я общался, мои студенты на курсах, очень часто думают, что геймдизайнер — это человек, который либо пишет документацию, то есть я придумал игру, я ее опишу. Похоже на правду. Либо человек, который делает баланс. Я придумал 10 новых персонажей для League of Legends, доты и других моб. Сегодня я буду их балансировать. И это тоже часть нашей работы. Так что же на самом деле балансируют те самые балансеры? Какие сущности они рассматривают? Ну, во-первых, это игровая экономика. Если у вас продукт сложный, если это большая клиентская MMORPG, либо это стратегия, даже мобильные стратегии типа Game of War имеют очень сложную экономику над балансом, расчетом которой трудятся сотрудники многие месяцы, а то и годы своей работы. И это действительно большой труд большой команды. Задача балансера — сводить эту экономику так, чтобы она создавала правильные цели для игрока. Вообще, что такое баланс в таком общем понимании? Это всего лишь попытка с помощью некой математики, с помощью цифр создать в игре нужное давление на игрока, нужные эмоции, создать некую честность игровых правил, ну или иллюзию честности, если это невозможно сделать полностью. Помимо баланса игровой экономики, такие люди занимаются в том числе балансом различных игровых сущностей, предметов, персонажей и всего прочего. Буквально недавно я сталкивался с очень интересной задачей, как сбалансировать все оружие и все обилки всех персонажей в мобильном MMO-экшене. Ну, я бы даже сказал, с элементами RPG, потому что в этой замечательной игрушке была огромная система талантов, крутые сложные обилки, все, что мы так любим. Так вот, для того, чтобы подойти к такому балансу, мы часто используем различные математические модели, типа метода базисных характеристик. Пусть не в двух словах. Если вы способны ввести некую универсальную характеристику, к которой вы сводите все остальные, то вы балансируете эту характеристику для всех сущностей, а все остальное, по факту, получается, уже становится сбалансированным. К примеру, если мы говорим про вещи, экипировку персонажей, вы можете ввести некий power, внутренний уровень, как угодно. Разные игры называют это по-разному. Чаще всего этот параметр не отображается игроку никак. Это просто некий показатель крутости шмотки. И у шмотки есть определенные статы, характеристики. Сила, ловкость, выносливость, криты, интеллект, все что угодно. И вот у каждой из этих характеристик есть с определенным коэффициентом конверсия вот в этот базовый параметр, в этот power. К примеру, два интеллекта равно один power, или три ловкости равно один power. И вот благодаря тому, что вы создаете шмотки, у которых у всех одинаковый power, но при этом разный набор характеристик, вы способны создавать большое разнообразие и при этом сохранить баланс. К примеру, есть шмотки более заточенные под криты и дамаг, есть шмотки заточенные больше под броню. Но на самом деле их эффективность, их влияние на геймплей, на шанс вашей победы, оно плюс-минус одинаковое. В этом и есть как раз математическая составляющая баланса. Чтобы позволить игроку выбирать. Самое плохое, что вы можете сделать в балансе, это сломать выбор игрока. Когда одна из шмоток, к примеру, априори всегда сильнее всех других, а это значит, что у игрока на самом деле нет выбора, ему придется искать именно эту шмотку, потому что, ну, типа, все остальные ерунда, только эта шмотка хорошая. Значит, баланса-то получается нет, разнообразия в игре становится меньше. Помимо таких вещей, как экономика и боевка, при работе и создании новых сущностей для балансера, мы часто сталкиваемся с монетизацией. То есть, как правильно сбалансировать давление на игрока, как правильно создать дефициты или какие-то моменты, в которых игроку захочется реально заплатить деньги. Ну, это вопрос на самом деле очень сложный, потому что самое простое решение этого вопроса, это просто создать такие непроходимые пейволы, когда, ну, либо плати, либо играя очень много для того, чтобы его пройти. Это метод, который использовался довольно много, часто, но я не могу назвать его наиболее эффективным, потому что игрокам часто не нравится такое, и многие игроки уходят, когда встречаются с пейволами, вместо того, чтобы заплатить деньги. У нас, как у разработчиков, нет задачи, чтобы игрок ушел. У нас есть задача, чтобы игрок играл, ему нравилось, было интересно, но при этом он платил за игру деньги. Почему? Ну, очевидно, мы сами тратим огромные деньги на разработку этого продукта. У больших настоящих, там, современных мобильных игр, штат разработчиков, там, 100-200 человек бывает, тем более уже у какой-нибудь гигантской MMORPG штаты могут быть тысячные. Бывают, конечно, продукты в 10 человек, бывают инди-продукты, там, вдвое-втрое людей, это тоже нормально. Но серьезные корпоративные игры, они всегда делаются большой командой, которая требует на свое содержание огромные деньги. Соответственно, мы всегда должны закладывать все это в монетизацию игрового продукта. Один из очень популярных в современном балансе методов — это винстрики, когда каждый уровень, каждый элемент геймплея зажат не очень сильно. Если у вас хорошие скиллы, вы действительно все можете проходить. Но особая хорошая награда дается за серию побед. И не проигрывать долго вам бывает сложно. И тогда игроку может захотеться немножко доплатить небольшую сумму для того, чтобы предотвратить поражение. Так делают в Матч-3 играх, в некоторых других игровых продуктах, когда вы практически уже выиграли чуть-чуть, осталось два хода. Но я в своем раннере уже практически добежал, нужно 10 секунд только. Но нет, вы проигрываете. Хотя могли бы выиграть, если бы там проложили больше скилла. Вы можете переиграть 2-3-4 раза и выиграть. А можете прямо сейчас заплатить для того, чтобы не терять победную серию. Хорошая модель монетизации. Давайте теперь поговорим о том, какие навыки необходимы человеку, занимающимся игровым балансом. Ну, очевидно, во-первых, это, как мы уже говорили на предыдущем уроке, математика. То есть скиллы, связанные с расчетами, с владением различным математическим аппаратом. В том числе, помимо математики, очень важно иметь аппарат, связанный с средствами расчетов. Excel, Google Doc и так далее. Хорошо, если вы знаете VBA. Это язык простого программирования для Excel. Аналогичные языки есть в Google Doc, Java. Большим бонусом для вас станет технический бэкграунд, аналитический склад ума и так далее. То есть все, что поможет вам лучше обрабатывать большие объемы информации. Потому что баланс – это некая логика структурирования расчетов, сведения материалов и создания правильного давления, правильной сложности. Если игроку будет слишком легко, играть становится неинтересно. Если игроку слишком сложно, давление очень высокое, он покидает игру из лишней хардкорности. У каждого игрока свой параметр вот этого вот теншена, давление разный. То есть есть игроки более хардкорные, которые любят, когда перед ними стоит высокий челлендж. Есть игроки более казуальные, которые любят интересный геймплей, который не создает слишком больших челленджей. Очень важно для человека, который занимается балансом, иметь большой игровой опыт. Потому что самый правильный, самый хороший способ приступить к балансировке вашего продукта – это изучить то, как до вас это делали десятки, сотни и тысячи других разработчиков. Вам нужно играть в большое количество игр, вам нужно понимать, по каким принципам строится баланс этих игр. И в целом, на самом деле, это скилл, который полезен не только балансеру, но и всем геймдизайнерам. Когда вы знаете большой набор игр, решений, которые приняли разработчики в этих играх, естественно, вам будет проще анализировать и думать, а какие из этих решений вы можете применить в своем собственном игровом продукте. Давайте теперь посмотрим, а какие практические задачи вы будете делать как геймдизайнер, занимающийся балансом. Ну, в первую очередь, конечно же, это создание средств расчета, калькуляторов в Excel, различных таблиц и других инструментов, которые позволят вам, собственно, сводить сущности, сравнивать их между собой, выгружать полученную информацию в конфиге и вставлять в игру, смотреть, что у вас получилось. Раз вам нужно выгружать в конфиге, как-то задавать это в игре, работать, может быть, с редактором Unity или с редактором другого движка, который будет в вашем продукте, соответственно, вам будут полезны скиллы, связанные с конфигурированием. Помимо этого, вам придется описывать логику своего баланса, вам придется создавать геймдизайнерскую документацию, для того, чтобы вы могли потом передавать свою работу кому-то, другому человеку, который подключится на ваш продукт, либо вы могли вспомнить логику, которой вы руководствовались, если вернетесь к ней через год. Ну, я вот всегда все документирую, потому что совершенно не верю, что через год, если я занимался какими-то другими продуктами, вернусь к текущему, я легко вспомню, о чем там шла речь. Гораздо лучше все записать. Каждый раз, когда вы вносите какие-то изменения в баланс, когда у вас меняется логика балансировки сущностей, вам важно актуализировать документацию, потому что документация всегда должна быть рабочей. Если она не актуальна, смысла ее вести нет вообще. Либо вы ее не ведете, и у вас на проекте все плохо, либо у вас всегда есть актуальная нормальная документация. К сожалению, это очень популярная проблема, мы постоянно с этим сталкиваемся, и действительно, не всегда нам хочется при малейших изменениях, вместо того, чтобы пойти скорее поплейтестить нашу игрушку, поиграть в нее, залазить в документы, описывать, переписывать, но на практике это очень важно. Помимо описанного, есть еще два больших блока задач. Ну, во-первых, наверное, один из ключевых, это геймдизайнерское тестирование, или плейтесты, когда все занесенные вами в конфиге в игру данные, фактически превращаются уже в реальный продукт, и вы сами играете, и смотрите на итоги своего баланса. Чаще всего одной только математической модели вам будет недостаточно для того, чтобы правильно сбалансировать продукт. Матмодель — это фактически некий опорный материал, точка, на который вы опираетесь, от которой вы двигаетесь дальше для того, чтобы создать правильное интересное ощущение от геймплея. Но по факту, на практике, без плейтестов, только основываясь на математике, вы не сможете передать те ощущения, которые вы хотели заложить в классы, в обилки, в персонажей. То же самое и наоборот. Если вы пойдете без матмодели и будете все делать по наитию, возможно, вы когда-то дойдете до успеха. Но это будет долго, это будет сложно, и гарантий того, что все будет сбалансировано, у вас никаких нет. Вторая задача — это постановка ТЗ. Так как вы являетесь человеком, который что-то балансирует, то в том числе, будучи геймдизайнером, вы ставите технические задачи на других специалистов, на программистов, которые должны реализовать те или иные новые функциональные возможности. Ну, к примеру, вы делаете обилку, которая будет подрезать противнику ноги, когда ваш воин подскакивает к нему с рывком. Ага, значит, вы должны прийти к программисту, сказать, я хочу реализовать эффект замедления, я хочу реализовать эффект рывка. У них будет следующий набор параметров. То есть вы должны говорить с программистом на одном языке и передавать, что у каждой обилки есть время каста, то есть произнесение заклинания этой обилки, может быть, пре-каста подготовки к этому. У нее есть время, когда она выполняется, это либо так называемые ченнелинг-эффекты, когда вы стоите и что-то происходит, либо это время анимации, пока происходит обилка. У нее есть наносимый урон, либо может быть наносимый урон. Она может накладывать некие дополнительные эффекты на цель в виде замедления, горения, так называемые доты, да, damage over time, либо healing over time, эффекты, которые наносят определенный урон с течением времени или исцеляют. Все это приходится описывать и ставить задачи на специалистов. В том числе ставить задачи на художников, как это визуально выглядит, что это, огонь, яд. Нужно продумывать, подключать специалистов, связанных с лором, с лоративом, для того, чтобы они описали, а есть ли в вашей вселенной такие эффекты? Может быть, у вас в вселенной огня нет или морозы? Давайте рассмотрим несколько интересных примеров, как кейм-дизайнеры-балансеры делают свою работу на практике. К примеру, одна из очень популярных и интересных задач, о которой в том числе мы говорим на нашей образовательной программе менеджмент игровых проектов в высшей школе бизнес-информатики Нью-Ше, где я преподаю, это создание и баланс сундуков, лутбоксов, контейнеров, то есть некоторых сущностей, из которых могут выпадать случайные предметы. Для того, чтобы сбалансировать эти объекты, мы используем такой математический параметр, как мат-ожидание. Фактически, математическое ожидание – это ценность каждого предмета, который может выпасть из лутбокса. Как это работает? В вашем лутбоксе есть определенный набор предметов, которые могут из него выпасть. Есть набор вероятностей, с которыми выпадают эти предметы. Произведение стоимости предмета на вероятность его выпадения фактически является его ценностью. То есть, если меч тысячи истин выпадает с шансом 50% и стоит 100 монет, то в среднем за огромное количество итераций каждый сундук будет приносить вам 50 монет. Вот это и есть математическое ожидание. Сумма всех математических ожиданий, всех предметов, которые находятся в сундуке – это стоимость сундука. Вот по таким простым принципам происходит баланс лутбоксов. На самом деле, конечно, если мы столкнемся с этим на практике, там все будет гораздо сложнее, появятся разные нюансы. А сколько предметов может выпасть из сундука? А есть ли такое понятие, как рарные предметы? А есть ли влияние того, что мне сейчас выполнен некий рецепт, и в следующий раз он из сундука больше не выпадет? Нюансов может быть очень много. На сегодняшнем уроке мы обсудили с вами основные аспекты работы геймдизайнера-балансера, и впереди нас ожидают еще левел-дизайнер и нарративный дизайнер. Всего хорошего, друзья!